Многие, наверное, уже себе задали вопрос, что такое Энки? Лично мне название игры напомнило какое-то сказочное лесное создание, которое бродит по окрестностям и развлекает детишек в округе. На самом деле, всё оказывается совершенно не так. Игра Энки представляет собой загадочный и даже мистический квест, где вы в качестве главного героя должны будете выбираться из плена загадочного маньяка и попутно разгадывать его самые заветные тайны. Дорогие друзья, сегодня крупный игровой портал Game Awards представляет вам обзор игры Энки. Приятного вам просмотра! Зайдя в эту до сих пор мне толком непонятную игру, первым делом кажется, что игра представляет собой сурвайвл хоррор. Но это ошибка. Да, главного героя похитил какой-то загадочный отморозок. И судя по соседу, который уже засох в своей камере, от похитителя чего-то положительного ждать не стоит. И пусть выбравшись со своей тюрьмы, вы оказываетесь в апартаментах своего похитителя, где постоянно кажется, что вот-вот на вас набросится чёрт со своим огромным стволом и засунет вам его по самые гланды. Но это лишь, так сказать, фон того, чем на самом деле не является эта игра. Этот фон сделан для того, чтобы вы думали, якобы вас хотят сожрать и любить, что в общем-то одно и то же. Хотя начиналось у меня всё совсем не так, как положено в квест-хорроре. Выбравшись наверх, я понял, что мой загадочный поклонник свалил, при этом громко захлопнул дверью. Естественно, я первым делом начал пытаться выбираться с этого рая для бомжей и наркоманов. В какой-то момент я взял воду и увидел надпись «Я тебя не трону». Конечно, я невероятно сильно опешил на этом этапе игры, потому что сразу же повернулся встретить свою смерть. Но оказалось, что никого тут нет. Энки – это чистейший квест. А то, что со мной произошло, просто уже паранойя. В игре вам предстоит постоянно распутывать и разгадывать какие-то загадки. Искать и узнавать пароли, постоянно носиться с предметами и постоянно читать разнообразные писюльки, дабы найти хоть какой-то кусочек полезной информации. Всей заостренности текущего положения добавляет таймер, который я иногда просто проклинал. Дело в том, что таймер этот неумолимо будет отчитывать то время, которое ему отведено. И его невозможно поставить на паузу. Даже если вы игру ставите на паузу. Так что в случае какой-то непонятки, вы не сможете отправиться на просторы интернета, искать прохождение и гайды. Ну, а вы уже, наверное, поняли, как я узнал это. Да, и чуть позже я понял, что гайдов точно не найти по одной простой причине. В каждой новой игре предметы перепрятываются на новое место. Поэтому быстренько пройтись по знакомым местам никак не получится. И это очень сбивает и спутывает. Но в принципе, это правильно. Потому что, ***, бездумно проходить. Самый большой плюс игры заключается именно в атмосфере. Начиная играть, вы ощущаете весь мрак, сырость и испуганное состояние своего героя. И это учитывая то, что за вами даже не бегает какой-то *** с ножиком и стволом между ног. Как это было в Outlast. Конечно, сказав это, я тем самым испортил всю игру, но без этого никак. Я, наверное, был бы настоящим ***, если бы не сказал, что за вами бегать никто не будет и рвать на части тоже. Все мы прекрасно понимаем, что именно ради этого и запускают подобные игры. Так что вы еще раз можете убедиться в том, что Энки это квест-хоррор, а не какой-то survival-хоррор. Но давайте вернемся обратно к атмосфере игры. Атмосфера это единственная деталь, что авторы смогли вывести на нужный уровень. Для начала стоит сказать, что игра такая темная на ПК, словно жопа негра. При этом на ПК еще и отсутствует настройка яркости. Нормально тогда. Вся игра будет пройдена в полном мраке. Бродить по всем помещениям вы будете на ощупь, попутно пытаясь найти что-то полезное. И кстати, никакого фонарика вам не дадут. Автор посчитал, что он *** вам не нужен. И решил даже на него не тратить время. Он посчитал, что в игре свет вообще не нужен. Противопоказан врачами, б***ь. Похититель оказывается не просто каким-то маньяком, а полнейшим, чистокровным, стопроцентным, садистом, сатанистом. Скажем так, вы для него просто овощ на его же кухне. Поэтому тут, как и положено, везде будет кровь, странные и порой реально пугающие записки, ну и полный мрак. Живопись тоже присутствует. Картины с чертями, святыми, богами, даже демонами. С искусством тут все нормально. Так что не придирайтесь. Наш друг также не обошелся и без сатанической литературы. Так что человек явно начитанный и умный. И пусть тут нет скримеров, но атмосфера игры все равно может пробирать до костей моментами. Кстати, Энки славят за прекрасную графику. Но, конечно, рассмотреть нормально ничего нельзя. Потому что авторы решили обделить игроков светом. Так что насладиться графоном, уважаемые, у вас не получится. Ко всему подливает еще своего ужаснейшая оптимизация. Просто кривожопая. Потому что у меня на протяжении всей игры постоянно проседал фпс. Что самое смешное, это даже происходило в меню игры. В меню. Понимаете? В меню. Пусть это не какой-то лютый экшен, вроде недавно вышедшего Mad Max. Но графон хороший, хоть его и очень плохо видно. И не знаю, к счастью или несчастью, этим все в общем и ограничивается. Кроме загадок, которые можно по пальцам сосчитать и парочкой реально страшных моментов, игра может похвастаться буквально ничем. В игре нет ничего, даже озабоченного маньяка, который бы бегал за вами. Генерация предметов и загадок больше напоминает перетасовку в карта. Потому что очень примитивный прием. Авторы вас каждый раз будто нагло обманывают. Причем с каждой новой игрой. Так что чего-то реально нового или хорошо забытого старого вы не увидите. Но больше меня поразило то, что игра просто нереально короткая. Она настолько короткая, что демо-версия какой-нибудь игры по сравнению с ней смотрелась бы прохождением на 100 часов. Я даже не знаю, раскрыть тайну прохождения или нет. Ну ладно, ваше прохождение в лучшем случае займет 25 минут. И на этом все. Все нахуй, вы прошли игру. Вам посчитают найденные доказательства, найденных жертв и в общем это все. Возвращаться в игру не имеет смысла. Потому что ничего толкового она не показала. Конечно это с учетом того, что вы быстро проходите загадки, но они не заставляют сильно напрягаться. Мне кажется, что если бы игра была намного светлее, я бы игру еще быстрее прошел. Потому что так я был реально как крот. Даже если у вас с первого раза ничего не получится, со второго раза у вас точно все получится. Рандом тут откровенно говоря никакой. Впрочем, как и большая часть игры. Тут назревает уже другой вопрос. Стоит ли игра тех денег, которых она просит? Впрочем, как и большая часть игры. В итоге, Энки это даже не игра, а демо-версия игры. Игра просто демонстрирует возможности своего движка и показывает, какой должна быть атмосфера. Но не больше. Книжки и записки, которые вы будете находить по мере прохождения, поведают вам о достаточно многом. Хотя история и вообще игра могла бы выйти неплохой. Очень даже неплохой. История о больном сатанисте заинтересовала бы многих. Но, увы, платить 5 баксов за какой-то огрызок, яблоко, никак не хочется. Даже на обзор было потрачено больше времени, чем на прохождение. А если учитывать, что недавно вышла игра Cradle, то эта недоигра смотрится совсем уже убого. Будьте внимательны, никогда не знаешь, какие игры бывают на самом деле. Поэтому смотрите наши обзоры и будьте в центре внимания. С вами был крупный игровой портал Game Awards. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте оставлять свои комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok